Спорт доступный каждому. В честь физкультурника и Международного дня молодежи в поселке Зименки состоялись традиционные молодежные игры. За соревнованиями наблюдала Анастасия Белова. Для молодых людей Борисоглебского и Ковардитского сельских поселений этот день долгожданный. Молодежные игры уже стали и доброй традицией, и одним из любимых спортивных праздников Муромского района. Я вам всем желаю, чтобы вы вели здоровый образ жизни, занимались физической культурой. Я вам желаю, чтобы вы нашли свое место в жизни, чтобы вам повезло. Не забывайте свою малую родину, Муромский район. Спортсменам, участвующим в сегодняшнем мероприятии, желаю спортивной дерзости, болельщикам активно болеть, но адекватно болеть. А судим? Судим. Самое главное – судим. Чтобы они судили так, как надо. По справедливости и по совести. Самым оживленным и динамичным этапом игр стал «Лазертак». За возможность захватить контрольную точку между двумя командами велось ожесточенное сражение. Не менее напряженные баталии происходили и на футбольном поле. За победу на каждом из этапов команде присуждался один балл. Ожидал участников соревнований волейбольный матч. К победе команды шли с переменным успехом. Однако соревновательный дух лишь поддержал общее настроение праздника. Конечно, нравится. Я каждый год участвую в Дне молодежи. Особенно мне нравится играть в волейбол. Еще одной площадкой игр стал День гири. Задача проста – за 4 минуты поднять 16-килограммовый вес как можно большее количество раз. Главная задача проекта – популяризация гиревого спорта. У нас этот проект разработан и поддержан всем советом Молодежной думы при законодательном собрании. И оно проходит по региону. То есть это уже пятое муниципальное образование. Акцент на то, чтобы показать людям, что гиревой спорт – это вполне доступный, актуальный вид спорта, который достаточно хорошо может отразиться на здоровье человека. Дмитрий Сергеев смог поднять гирю 70 раз. Признается, для него такой результат – не предел. Я никогда не поднимал. Просто решил попробовать, насколько мне хватит. Я думаю, что реально, если поготовить все. В упорной борьбе, победу и переходящий кубок молодежных игр завоевала команда Бориса Глебского сельского поселения. А вот стимул больше тренироваться и вести здоровый образ жизни получил каждый участник без исключения. Анастасия Белова, Александр Барсуков. Новости Муром.